Миша пошла морковку и воровать упор. Тяжелый труд! Нашла! Так оно все развалится сейчас. Пойдем, скорей! Пойдем, Миша! Пачканье! Какие рога у нее! Юми-зай, Юми-зай! Миша лайк! Привет, дорогие друзья! Вы на канале Magic Family. Меня зовут Аня, и наш зоопарк продолжается. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с Эйвеном Софи и Мишей идем на хозяйство. Вася уже первее всех бежит. Случайные комментарии без ответов попадают в видео. И приветик от нас за репосты ВКонтакте. Карине Камбаровой, Даши Зыряновой и Лерочке Семенец. Привет от Magic Family! Эйвен, Софи, смотрите, как куры едят морковь. Миша пошла морковку и воровать у кур. Куры боятся. Я тоже их боюсь. Софи, смотри, там куры. Что за дверь? Куры говоришь? Да. Миша решила зайти в куриный дом. Интересно, мам. Что это тут такое у них? Это у них еда там, Миша. Понятно. У всех есть своя еда. Ладно, пошлите. Все? Не хочешь на кур смотреть больше, да? Можно мне тоже морковки твердые подеть? Глядишь, похудею. Курочки. У них тут еще, мам, еда, смотри. Да, Софи. Они на каком-то другом языке разговаривают. Что-то я их не понимаю. Ладно, пойдемте. Все? А! Вот это вот, блин, работа! Адский труд! Ай, блин! Тяжело жить в деревне. Простынь завязать его, чтобы оно не разваливалось. Сейчас я попытаюсь поднять это. Ой, блин! Так оно все развалится сейчас. Несем сено в дереву. И вот сюда вот запихивается, чтобы овечкам было что кушать. А у нас овечки Адам и Ева. Эдельбай. Три дня вот уже у овец здесь все в кокульках, грязно. И нужно прибираться. Эйван не хочет туда ходить. Да. Привет, козочки! Мы выпускаем коз всех. И это надо делать независимо от погодных условий. Сейчас козочки все выйдут. И пойдут кушать сено. Все девочки беременные. Маленьких козляточек уже раздали. Они снова беременны. И скоро будут роды. Вот сколько козочки какают и делают своих дел здесь. Миша! Так интересно, мам! Да! Что здесь такое? Столько животных, да? Да, я пошла еще на поросят посмотрю. Софи с Мишей пошли на поросят посмотреть. И на козочек пойду посмотрю. Миша пошла к козе. И Софи тоже туда нырнула. К тебе пошли, девочки. Подкатывается вот такая тележка к сараю. И туда складывается все то, что наделали козы там у себя. Миша, Эйвен и София смотрят, что же мы тут делаем. Какашки все эти надо складывать вместе с сеном, которое лежало, вот сюда. В тачку. Чтобы потом это все унести. Смаживать за домашними животными большой труд. Особенно, когда их много. Свинки кушают на улице сегодня. Пытается протиснуться туда. Тоже хочет. Эйвен с Мишей продолжают изучать территорию. Пол нужно шкрябать у козочек до самого чистого. Прямо до деревяшки. Чтобы никакие не заводились паразиты. Грибок никакой не завелся. Вот мы думаем, нам кажется, что только красота. А вот есть и какашки. Которые нужно убирать. Не только за обычными животными, но еще и за собачками, кошечками, птичками. Вот, опилки мы насыпали. Мы засыпали весь пол. Это для того, чтобы они впитывали мочу. А сверху мы сейчас еще положим сено уже, чтобы было приятненько козочкам. Тут никогда не пахнет, нет неприятного запаха. Как обычно бывает у животных. Да, курочки? А теперь мы свежее сено сейчас здесь растили. Один угол остался пустым, потому что козочки тоже умные, как и собачки. Если у них всегда чисто и все хорошо, они писают, между прочим, в один уголочек, в свой туалетик. А вот это вот у свинок. Здесь комнатка. И у свинок тоже. Вот здесь из сена сделана кроватка. И сено всегда чистое. Потому что в туалет они тоже ходят в отдельный уголочек. И вот здесь мы им снова насыпаем опилочки, чтобы потом их убрать отсюда. Вот такие вот умные животные. Всего три дня, а уже вот столько. Вот уже накакали бараши, много, столько какашек. Поэтому лучше убирать каждый день. Или хотя бы раз в три дня. Я не представляю, как люди убирают раз в месяц. Это же вообще. Тут вот так вот, наверное, будет. Я сначала мерзла, а сейчас я уже все. Я согрелась. Вот сколько какулек. Да, сусарки такие красивые. Такие звуки она странные издает. Побег из курятника. Яичко куриное. Ух ты, сколько яиц. Курицы гуляют сейчас, а потом они сами уже умненькие зайдут через дверцу внутрь. Гвостика машет, встает такой, вылазит. Мути, господи. Эйвен уже весь изнылся, они замерзли. Софи, пошли. Замерз. Сейчас я отведу детей домой. Холодно, скажи, уже, да? Пойдем. Пойдем, скорей. Пойдем, Миша. Мишенька сама бежит. Бежит сама. Молодец какая. Скорей. Скорей. Эйвеном в Софи убежали. И посмотрим, куда пойдет Миша. Найдет нас или потеряется где-нибудь. Я-то ее вижу. Миша пришла. Ай, пришла моя собака. Миша пока с собаками общается не очень. Не очень хочет с ними общаться. Ходит одна, как изгой. Много собак. И все собаки, конечно же, как и люди, мы же ходим в туалет. Они тоже ходят в туалет. И когда они ходят в туалет, они это как нормальные собаки делают на улице. И за какашками мы ходим, как за грибами. С ветерком. Вот, идешь туда насобираешь. Обратно идешь, еще найдешь. Нашла. И ведерочка. Между прочим, у каждой собаки есть свое место. Каждый какает в определенном месте. И уже можно даже выучить и запомнить, где кто это делает. Какие они милые. Но эти милые создания еще и делают свои дела. И об этом нужно помнить. Особенно, если вы ребенок и просите своих родителей, мама, купи собачку. Вот, надо помнить, что собачка ходит в туалет. Вот так. У всех нужно убираться. И у попугай тоже. Да, Сара? Вот в такой вот большой клеточке Сара живет. И клеточку тоже нужно постоянно мыть и за ней ухаживать. Вот. С меня рост. И как только вот становится грязно, нужно сразу убирать. Желательно вообще каждый день. Еще очень часто вы задаете вопрос про запах. Что когда столько собак, животных, кошечек в доме, пахнет ли, есть ли запах. Здесь нет запаха. Потому что уборка производится каждый день во избежание всякой заразы и в том числе как раз самого запаха. То есть полы нужно мыть постоянно. Смотрят, как прибираются, да? Мы тоже помогаем прибирать, да? Да, и Вась, да. Чизик пошел. Привет. Полы моются каждый день. Причем специальным антибактериальным американским профессиональным средством. И против запаха. Ну и вообще полы нужно мыть, потому что когда много животных, в том числе и аллергия у людей может развиваться. А вот здесь в углу стоит специальная лампа, которая убивает вирусы, аллергены и очищает воздух. И ради людей, которые здесь живут, и ради самих животных. Вот эта вся грязь убирается и моется. Ни одно животное, живущее в грязи, не будет здоровым, да, маленький? В чистоте и красоте. И вот все заходят в чистый дом. И все начинается по новой. Да, игры, пачканье и так далее. Кто тут на кухне опять тусит? Опять маленький, да? Вот покрывало, которыми застилаются вот эти вот кресла, чтобы собачкам было удобно. Они убираются, потому что на них уже куча шерсти. Это место отдыха собачье на веранде. Здесь на этих креслах собачки отдыхают, когда не очень холодно. Такое вот мягенькое, тепленькое, чтобы собачкам было уютно. Неделю были морозы, и патию невозможно было помыть, а здесь за неделю скопилось вот столько шерсти. Это не за долгий срок. Когда много собак, шерсти очень много. Адам сегодня работает помощником по приборке. Труль качества собачий. Как чисто у всех уже. Все сейчас зашли, у них новое сено. Это их уже вторая порция за день. Теперь у них обед из овощей. Сейчас я буду поросяток сначала кормить. Не вас? Вот, они писают в туалетик прям. А здесь у них столовая. А там у них такой диванчик с сеном. Мне так нравится, что у них диванчик там. Тебе еду принесла. Вот, все хорошо едят. Бараши, морковка. Морковочка. Морковка. Морковка. Такие красивые. Все, приятного аппетита вам. Розовая ведерко для Манюнечки. Белочка, в подставочку мы сейчас поставим тебе морковочку. Морковку, какие рога у нее. Все, все, повеляй хвостиком. Да? Такая у него полоска красивая прям. Вот так вот иметь животных. Все прибрать, всех накормить, за всеми заботиться. Нужно вставать и идти каждый день. Хотя все равно это счастье для всех. Потому что если любишь животных, то тебе счастье. И какашки убирать, и лорковкой кормить. И даже если кто-то за палец выщипнет. И за всеми животными нужно ухаживать. И если хочешь жить в красоте при этом, чтобы не было нигде шерсти, грязи и животные не болели. Нужно это делать постоянно. И кроме уборок и кормления домашнего зоопарка, нужно еще погулять со всеми собаками. Покормить их, а также котиков, птичек, хомячков, муравьев. Так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал и на мой канал Animagic. Там тоже ролики выходят каждый день. И ставьте лайк этому видео, если хотите, чтобы я рассказала про моего нового щеночка Юми. Юмизай, Юмизай, Миша лайк. Эйвен за тобой следит. Ну вот, пока. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свои комментарии. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Миш, 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 там другие слова, сейчас песня хочется. Эй-эй-эй, да-да-да-да. Ай-яй-яй, я и так, и не успеваю. Субтитры сделал DimaTorzok